Вот у меня лежит сзади лечебное одеяло. Его, кстати, правильное название даже не лечебное одеяло, а органатор Райха. Был такой любимый ученик у Зигмунда Фрейда, Вильгельм Райх. Он основал кинезиологию. И сделал аккумулятор Райха. Вот одеяло и есть органатор Райха, то есть аккумулятор. То есть это представляет собой, что это за аккумулятор? Это деревянный ящик, обитый был железом. И вот там примерно... Маленькая деталь. Там было 6 слоев, чередующихся, изолирующий и проводящий. Значит, чередование было прафинированной бумаги с фольгой. Вот я не знаю, только медная или... Значит, должен рассказать небольшую историю. Вильгельм Райх это придумал еще в Европе. С Вильгельмом Райхом вообще очень интересная ситуация. Значит... Какой-то ящик, да, и якобы там... Нет, нет. Значит, ну, если вас интересует органатор Райха в чистом виде, то он в Ростове был в детском диагностическом центре. Но это была кабинка, где человек садился, и у него было разное расстояние до вот этих слоев. Но, значит, там очень интересная ситуация была. В 1953 году Вильгельма Райха в Соединенных Штатах посадили за то, что не могли объяснить, почему у него эффективное лечение происходит. И он умер за день до пересмотра приговора. Вот. А вот когда... Значит, да, это все сразу засекретили на 30 лет. В 1983 году некто Академик Колокольцев приехал в Соединенные Штаты, прочитал это, потом вернулся в Советский Союз с криком «Ура!». Вот. Значит, что вот открыто, так сказать, универсальное средство исцеления всех это всего. Вот. Но, значит, кинулся публиковать. Опубликовали только два журнала «Химия и жизнь». И «Свет и тень» что-то такой был журнал. Короче говоря, это прочитали в Таганроге. Сказали, мы сделаем лучше. Они сделали математическую формулу. Рассчитали толщину слоев. И сначала это было датско-российско-украинское предприятие «Виктория Т». Значит, оно находится на соседней улице. Что делает аккумулятор Райха? По-вашему? Значит, ну, давайте так. Вот аккумулятор Райха, у него все-таки действие будет более узкое, потому что расстояние до тела разное. А вот одеяло, я вам могу сказать, что делает. Во-первых, это изоляция внешних воздействий электромагнитных. По спектру я сейчас не буду ссылаться, я точно не помню, от каких волн изоляция происходит. А вот другие интересные вещи я вам расскажу. Вот это, собственно говоря, и было в первую очередь у Райха. Изоляция внешних электромагнитных воздействий. И вот идея была в том, что у человека существуют собственные какие-то вибрации. Тело там уменьшается, увеличивается в течение суток на какие-то доли миллиметра. И вот Райх сажал вот в эти вот кабинки народ, и там получал эффект. А у одеяла у него есть еще эффект, я думаю, что у Райха тоже был воздействие на пациента его собственным ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Прогревание организма, да, получалось? Да, но это собственная энергия, возвраты. Одеяло мы применяем вместе со скенером для оптимизации процесса лечения. А вот четвертый момент воздействия одеяла, почему он является пассивным электропунктурным прибором, значит, это выравнивание кожных зарядов. Но опять-таки здесь надо касаться активационной терапии, то есть вычисление, сколько оптимально находиться в одеяле, это уже, ну, общий анализ. Вот. Ну, вот я сейчас должен коснуться, мы домашних приборов коснулись, и больше того, чем дома пользуются. Одеяло в нем надо иногда долго находиться, потому что два часа в нем равноценны восьми часам обычного сна. Субтитры подогналы восьми часами. Продолжение следует...